МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две возможности. И мы рисуем третью. Мы идем на 37-ю параллель. Пойти туда, куда не ходит никто. Здесь уже нет ничего. А сейчас мы где находимся? Ну вот смотри. Вот мы от Таити отошли немного в сторону Бороборы. И от Бороборы пошли в сторону Толосувара, где-то миль 100, наверное, прошли. А потом некоторые из нас сошли с ума и повернули на юг. Да, ну не совсем сошли с ума, но повернули, тем не менее, на юг. Вот. И прошли примерно, вот мили уже, наверное, около 400. Отошли от Бороборы. И вот сейчас мы подходим к острову Риматара, называется. Мы там можем еды купить. Точно. Впереди 5000 миль. И, к счастью, на нашем пути попался островок диаметром 2 километра. По морскому закону судно имеет право без визы зайти в любой порт на 3 дня, чтобы поремонтироваться или пополнить запасы. И вот, бросая якорь у островка, где я в последний раз видели 2 года назад, мы рассчитываем пополнить запас фруктов и не встрять при этом на визу. Тут такой подход к берегу, ребят, просто жуть. Гнищем по камням, через буруны мы прискакали, и вот на песке. Очень хорошо, что мы сюда заехали, и у нас будут свежие продукты. Вот прямо сейчас, к 3 часам, нам должны были приготовить целую кучу фруктов и овощей. Бонжур! Сова! Диен! Сова, Диен! А то же, аликот? Коко? А, не, не, коко. Памблемус? Паплемус? Бананас? Бананас? А... Томато? Томато! А мы над ней попали жить неделю. Да, как она вся поспеет. Придется детям есть попали. Огурцы у нас. Отлично. Ура! Вот сколько провизии, и еще что-то, что-то еще нас ждет в магазине. И прием, брат! Проблема! Может, багет? Арбузы завезли. На самолете привезли. Давай, арбузы, багет. Дорвались до острова. На 22-й широте. И обнаружили, что здесь можно набить трюмы едой. Андрюхо Сдури заказал штук 10 папай. А их принесли вот такие гигантские. Не знаю, что мы теперь будем делать с папайой. Видимо, у нас будет папайская диета. Туалетная бумага, разумеется. Тут вот бананья лежат. Это все нам. Тростники, я думаю, не нам все-таки. Или что это такое? Потому что мы не знаем, что это. Огурцы, лук. Там 30 помплимусов. Помидоры. Шесть багетов лежат в домике. Здесь вот тоже что-то лимон и еще что-то. Ну, туалетной бумагой прикрыто. Понятно. Там в рюкзаке капуста. И здесь папайя. В общем, сразу видно экспедиция. Едет в море пожрать. Теперь главное сделать так, чтобы это все не испортилось. Этому будут посвящены наши будни в море. Делать так, чтобы все это не сдохло. Какое количество? Какое количество? Это все. Это все. Это все. 220 килограмм. 4,8 килограмма. А, так, как-то очень. Да. Кобили. Надо рызнуть сайт. Окей, окей. Здесь, видимо, живут хозяева магазина. Дядька очень старателен, что-то там метет. Сборадует дядька. А вот здесь, я так понимаю, у них рынок, возможно, воскресный. Вот такие пироги в Полинезии самые популярные лодки. С балансиром, аутриггером. На них рыбачат на маркизах. Соревнуются таитянские спортсмены. И выходят в море рыбаки Южного Архипелага. Раньше ее вытаскивали группой мужиков. Но сейчас другие времена подъехали. Наш провиант едет к Тузику. Волны вот такие. О, боже. О, боже, мама. Как мы сейчас попремся гружен? Андрюх, мы там сядем? Да. О, боже, боже! О, боже! О! О! Спасибо за просмотр! На хозяйстве мы теперь переходу до Чили готовы. У нас 30 вот таких памплемусов, которые хранятся чуть ли не 3 месяца. Вот это все мы моем, потому что оно просолилось, пока мы вот через те буруны вскакали. А помеллы вот этих, как мы их называем, но местные зовут памплемусы, перевозились в мешках из-под муки. Теперь у нас памплемусы в тесте, поэтому я им устраиваю баню-купальню. Купаем в пресной воде, потому что у нас есть опреснители, мы теперь шипуем. В пресной воде все равно лучше это делать, чем в соленой, потому что соленая вода собирает влагу и продукты быстрее портятся. Поэтому вот мы имеем счастье пропускать все через пресную воду. Там залетели сегодня, вернее в картошке, в такой коробке были 2 или 3. Сколько тараканов? Короче, 3 вот таких таракана, вот таких, вот таких с усами, прозрачных, таких красивых. В общем, мы с Настей визжали, а Андрюха их мочил, сортили вот там. А потом они вот так плыли к лодке и хотели залезть на корму, а Настя их поливала из шланга. В общем, вот такие мы зверюги. Зато теперь у нас еды завались, и основная проблема... Вот бананин, посмотрите, сколько я не знаю, 20 килограмм весит, сколько. Основная проблема будет в том, чтобы всю эту еду съесть до тех пор, пока она испортится. Поэтому у экипажа на каждый день полутора-двухмесячного перехода будет занятие. Перебирать вот всю вот эту вот еду каждый день и вытаскивать то, что собирается умереть, ну и убивать его собственным организмом. Как-то так. Это остров называется как... Риматара этот остров называется. Риматара это остров. Это острова уже Аустралия, с южные острова. Он находится на 22-й приблизительно широте и 152-й с половиной долготе западной. И это последний кусочек земли до 37-й параллели, по которым мы потом еще будем фигачить чуть ли не тысячу километров на восток вместо запада, как хотелось бы раньше. А потом мы собираемся идти в Чили, и я даже боюсь предположить, куда еще дальше. Ну вот когда, короче, предположим, мы тогда уже расскажем, куда дальше. Сегодня великий день. Я начала писать дневник. А после этого, чтобы написать точку, и мы находимся на острове Риматара, а дальше что? Ну, вернее, я имею в виду, так ведь, а дальше еще что? Ну, а потом самые твои какие-то переживания, которые ты хочешь не забыть, надо записывать, а потом вырастешь, будешь читать с удовольствием и вспоминать. Расскажи, что у нас замороженное, в котором ложка утонула, мы его съесть даже еще не смогли. Откуда взяли? Шоколадно-молочное. Взяли где? Ну, нам полицейский Стивен подарил. Полицейский Стивен сначала сдал нас в лапы правосудия, мы заплатили 100 евро за визу транзитную, хотя у нас была emergency stop, то есть остановка, короче, срочная, на 5 часов, да, чтобы пополнить запасы провианта. Вот, а потом говорит, зачем я сказал про вас своему бигбосу? Это другой говорит. Ну, Стивен перевел. Ну, в общем, оба молодых парня думали, эх, черт, лучше бы мы вас так просто отпустили. Начальник полиции больше часа проторчал в комнате вместе с нами и ни разу на нас не посмотрел. А зато содрал с нас 100 евро за транзитные визы, которые были нам не нужны. И на яхту из-за этого нам пришлось выбираться ночью, обходя половину острова, потому что с нашей стороны было к яхте не подобраться. И рыбака Тифу вытащили из теплой постели, и все мы поскакали на его лодке вдоль рифов, до нашей бедненькой леди Мэри, которая стояла и плакала. Ладно, ладно, осторожно. Жандарму Стивену было так неловко за все эти дурацкие формальности, что он даже угостил нас мороженым на следующий день. Кэп зовет на помощь. Не может отбиться от бананов. Пошла помогать. Там царь, кощей, нам зла, там чахнет. А бананами не чахнет. Работайте, негры, солнце еще высоко. Да, вот бананы разделяем на такие связки, их подвешиваем, некоторые сложим и уберем в трюм, чтобы дольше хранились и все разом не поспели. Вот такая задача у нас теперь. Почему целую связку нельзя повесить? Много места занимает и зашибить может. Она весит больше 20 килограммов. А, но еще когда они стучат об мачту или об что-то, они чернеют и портятся быстро. Вот у нас есть бэушные веревочки такие, на которых предыдущие бананы висели. Сейчас эти тоже повешаем, чтобы они дозревали где-то. Мы ошибочно полагали, что у нас будет диета папайная, потому что у нас 11 папай размером с узбекскую торпедную дыню. Но оказалось, что диета будет банановая, потому что у нас есть еще 3 20 килограммовые, 4 20 килограммовые связки бананов. Одна из них едовая, вот такая, полотаной, которая. Которых нам подарила семья рыбаков-фермеров с острова Риматара. Рыбак, рискуя жизнью, через вот такую вот зыбь возил то нас всех, то одного капитана туда-сюда для оформления транзитной визы, туда, куда мы не хотели транзитить. И пока мы думали, что же ему подарить за его труды, он подарил нам 100-500 миллионов бананов. И вот этот мешок, который мы еще не разбирали, там тоже кокосы и папайя. Картина Репина. Затарились, перечили. Дружно висят бананы. Под стол даже все не влезло, тут кокосы. Ох, сегодня нам рыбак, который нас все время возит, задарил папа его нам. Тут бананы по пакетикам, вот это все помплемусы, то есть помыло. Здесь помплемусы, арбузы, помидоры, лимоны. Тут арбузы, свекла, капуста. Так, черт, сух пролила. Блин, как муха, нет, не пролила. Сори. Вот здесь вот мешок папайи гигантский. Папайя, вот моя нога. Папайя, капуста. Авокадо на туалетном столике больше никуда не влезает. Бананы. Еще некуда их впихнуть. Бананы, бананы. Бананы. И бананы. Вот это все, кажется, пока. А, еще трюм. Еще трюм. А трюм у нас. Пом-пом-пом. Ой! Картоха и лук. Как-то так. Приятного аппетита. Главная задача экспедиции не допустить порчу продуктов и выбрасывания вон их в море. Все, шкварчи. Вот это чужие ракушки наваренные. Сегодня мы вот это хотели взять на пикник. На пикник обломился. Сейчас мы их пожарим с лучком. Ням-ням-ням на сливочном масле и со сливочками потушим. Будет у нас гуляш из чужих. Чужие это гостеприимство вчерашних рыбаков на острове Риматара. Вот эти вот штуки от моллюсков. Когда мы находили на берегу, вот она отрывается. Вот такие. Только они на берегу белые, потому что там они не вареные. Мне все время казалось, да и другим всем, что это сточенная до сих пор раковина. То есть вот так она закручивалась и осталось все, что осталось. А оказывается, это никакая не сточенная раковина. Это, оказывается, такие щиты, которыми моллюск, сидя в раковине, вот здесь должна быть большая раковина такая, а он вот так вот залезает туда, вот эту штуковину мы видим, которая может высунуться из раковины, а потом она вот так вот сморщивается и вот этим забралом закрывает вход в раковину. То есть это дверцы в ракушке. Ракушка, наверное, была какая-то вот такая, вот не меньше большая. Здесь уже нет кишков, потому что они там дальше в ракушку залезали. Ну, в общем, вот такое у нас научное открытие с маленькой локальной. Мы отходим от острова Риматара, южные острова Архипелагастралис, с очень гостеприимными жителями и очень дотошным начальником полиции. Андрюха привязывает тузик окончательный, бесповоротно, немного качает. Около берега качало вообще капец, высадиться было невозможно. Но нас тут промурожили больше суток и не дали, короче, нам уйти, не отметившись и не отдав им денег. Ну, все отдали, все отметились, и у нас теперь куча жачки. А вот это я, я живая, привет. Пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть в наших новых выпусках. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Если вы нашли это видео интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на наш канал.